Да, на позапрошлую сессию. Так. Значит, что такое детальный план территории? Это схема, это проект, как должен выглядеть район, как он должен быть застроен, какая плотность населения, обеспечение садиками, школами, магазинами, транспортом и так далее, чтобы жильцам было комфортно проживать. В чем, вот я считаю, очень важно это сделать, что вопросы ЖКХ будет крайне тяжело решить. Жильцы приходят и говорят, мы платим за коммуналку. ЖЭКи не справляются, чтобы полотать все крыши, сделать ремонты в парадных, утеплить дома, привести коммуникации в порядок, придомовую территорию. И наши дома, 80% домов это хрущевки, которые фактически свой срок эксплуатации уже у них исчерпан. И, ну, фактически люди проживают в аварийных домах. Они не смогут за свои деньги их отремонтировать, потому что они быстрее уже устаревают. Это не вопрос, я и до выборов говорил, что это не вопрос, который я смогу решить там в течение следующего года или там через два года, через пять лет. То есть уже богато. Да, но я считаю, что я должен делать первые шаги, чем раньше мы разработаем этот детальный план территории, чем в дальнейшем проще и раньше люди получат комфортные условия для своего проживания. Такой пример у нас есть. Поселок Аварийный, ближе к метро Черниговской, там бараки, которые строили пленные немцы после войны. До поверховья будиночки. Да, они сносятся, на их месте строится высотное комфортное жилье. Людям компенсируют с определенным коэффициентом квадратный метр. Ну, допустим, жили они там в 60-метровой квартире. Им дают полностью с ремонтом готовое жилье и с коэффициентом там полтора, то есть порядка 90 метров они получат. Есть, конечно, свои проблемы. Я, допустим, учился в 129-й школе рядом как раз с этим кварталом, который застраивается. И Ирина Валерьевна, она говорит, Алексей, у меня переполнена школа. Уплотняется, приезжают новые жильцы с детьми. Они приходят ко мне, возьмите. Инфраструктура разрыхлана на большую детальность. Заложено, мы по прописке попадаем в эту школу и говорят, мне тяжело им отказать, я не могу. Но у меня классы переполнены. О каком качестве образования можно говорить? Поэтому мы тоже будем этот вопрос прорабатывать и разговаривать с застройщиком, что он должен, в проекте у него заложено, должен строить школу, должен строить садики. Инфраструктурные объекты. И в первую очередь надо, наверное, начинать с инфраструктуры, а не с домов получить прибыль, а потом уже думать об инфраструктуре. Второй вопрос, то что есть жильцы, которые продолжают жить в этих бараках. И мне показывали письма, когда им отвечает администрация, что извините, мы вам не будем латать крышу, мы не будем ставить счетчики, это нецелесообразно, потому что с 2004 года вы стоите в программе на снос. Сегодня у нас 2016 год, то есть 12 лет люди живут в аварийных домах. Этот вопрос надо регулировать, то есть это тоже одна из задач моих, как депутата, и мы работаем. Пожалуйста, если есть проблемы, тоже можете обращаться в приемную, будем работать. Так, у нас есть телефонный звенок. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день, Алексей. Добрый день. Здравствуйте. Вы с меня, Сергей, я проживаю на улице Подивальники. Вы, как секретарь экологической комитии, скажите, пожалуйста, когда будут доглядаться наши зеленые зоны? Потому что, еще как из Российского Союза понасаживали тут дерева, ни за клубами, ни за чем, никто не доглядает. Грязки, картофель, тут порфули целыми днями, никто ничего не делает. Когда мы будем же мать какие-то благустрии нашей территории, чтобы как-то за деревами кто-то дивился, и клубы, какие-то нам делали. Какие у нас районы? Одна разруха кругом. Дякуємо за то, что зателефоновали. Я так понимаю, что это ваш округ. Да, улица Строительный, ну, часть. Да, улицы Строителей, это мой. В чем проблема? Как секретарь экологической комиссии, я вижу, что есть такое понятие, делают скверы, придают статус сквера определенным зеленым зонам. Эта процедура проходит через принятие решения на Киевском городском совете, поэтому надо подготовить решение, все согласования, собрать документы. Мы занимаемся. По скверам у нас есть семь объектов, семь адресов, в которых я хочу присвоить статус сквера. На вашем округе? На моем округе, да. Что это даст? То есть, фактически, при Советском Союзе, когда разрабатывалась планировка этой территории, фактически закладывались такие зеленые зоны, они выглядят как скверы. То есть, есть клумбы, есть дорожки, регулярно высажены деревья, кусты, но они на сегодняшний день находятся в ужасном, в плачевном состоянии. Почему? Потому что в тарифе, который жильцы платят за коммунальные, не заложено содержание вот этих вот зеленых зон, к сожалению. Что касается и асфальтирования. Кстати, это тоже отдельная проблема, потому что у нас везде разбитый асфальт. Если мне удастся вот эти семь адресов присвоить им статус сквера, тогда эта территория передается на баланс КПУЗН, то есть управления зеленых насаждений района. И будут на каждый сквер выделяться с бюджета отдельные деньги. И его действительно приведут в порядок. И самое главное, с чем мы сталкивались, вот мы часто проводим с жильцами, садим деревья. Мы их посадили, а кто будет за ними следить? И надо постоянно поливать, чтобы они не засохли. То КПУЗН они будут следить. Поэтому это очень, я считаю, что принесет позитивно отобразиться на нашем микрорайоне, если удастся мне эти скверы. Но есть проблемы не всегда при домовую территорию. Мы же не можем каждую грядку выходить прямо под балконами с зелеными зонами. То есть надо выбирать действительно объекты, которые могут быть скверами. Основной аспект, я акцент сделал, хочу придать статус сквером, трем территориям, где застройщики пытались застроить. Это в частности вот этот садик, где застройщик хотел строить. То есть рядом есть территория, мы будем делать ее сквером. И даже жильцы обещали мне подготовить предпроектные проработки, свое видение. Второй адрес это Краковская, в квартале Краковская, 11 дом. Тоже там хороший скверик. К сожалению, машины туда выезжают, паркуют свои машины. А также между улицами Тампера и Шлихтера, тоже такой скверик, который застройщик пытался в свое время застроить. То есть мы хотим таким образом обезопасить. Что хотел, кстати, сказать уже, сказал о машинах и о сквере. Тоже большая проблема. Прихожу, допустим, прихожу во двор. Я сейчас проводил цикл дворовых встреч. Начинал я со второй субботы января. И каждую субботу по две дворовые встречи мы проводили. Для чего я это делаю? Потому что, к сожалению, не все люди имеют возможность прийти ко мне на прием. Им неудобно, они на работе. Проблемы я хочу знать не просто так посмотреть. Ну, это можно проехаться по Киеву, но и так видно. Но я хочу видеть людей, которых волнует, которые готовы вместе со мной помогать и решать эти проблемы. Поэтому я прихожу во дворы, мы расклеиваем объявления, проводим такие собрания. То часто с чем я сталкиваюсь? Приходят люди, говорят, вот посмотрите, зеленая зона, на ней стоит машина. Ну, во-первых, это даже по правилам дорожного движения уже нарушение ставить. За это можно штрафовать. Ну, во-вторых, оно как-то в целом некорректно. Но надо, я депутат, я должен учитывать интересы всего общества. И так само утрех властники в Киеве. Проблема, да. Я говорю, вы же знаете, это же ваши соседи, а возможно ваши дети, ваши внуки. И моя задача решить возможность им парковать, чтобы им было удобно в досягаемости, в пешей досягаемости от их жилья парковать машины. Поэтому, в частности, сквер по строителей 36, мы и запланировали, сейчас я говорил, что жду от одного из жильцов предпроектной проработки, и мы запланировали, фактически, юридически, там зеленая зона, да, но на ней паркуются машины. Мы хотим выделить такую полосу вдоль дороги, где ёлочкой будут выставлять, парковать свои машины, а остальное это будет зеленая зона. Так. Дякую. Мы еще поговорим об этом, про это повернемося, потому что действительно життевые питания. У нас есть телефонный звонок. Добрий день, мы вас слушаем. Добрий день. Добрий день. Я Лидия Юрьевна, я живу на Росановке. У нас население, больше 50% больных старых людей. Есть такие, что не выходят из дома, и все. Ну, в общем, бывает, у нас собираются отключить газ. Повесили на всех домах объявления на 3 дня и 2 ночи. И теперь висят объявления на парадных, что, значит, отключайте газ, переключайте краны во избежание, значит, аварий. То есть я обязана в 8 утра выключить газ, и только через 3 суток я его включу. У меня есть друзья, которые погибнут. И без газа 3 суток. И я не могу им помочь, потому что я не молоденькая девочка. Я своей мультиварке на 1,6 литра на весь мир не наварю. Понимаете? Не разнесу по всей Росановке. Что делать в этой ситуации, почему они так поступают? Дякую, дякую, Лидия Юрьевна, за то, что вы зателефонували. Это, до речи, мне кажется, что уже цего тижня телефонували так само с Росановки, жители, с этой проблемой. Два звертались, у вас есть на окрузе такие проблемы? Что делать, что порадить? Честно говоря, я слышу об этой проблеме первый раз. А вы мне дадите контакты, да, людей? Так, конечно, наш редактор все записывает, вам обовязково передать контакты. Ну, не исключено, что это будет и ко мне не первое обращение, поэтому Лидия Ивановна, да? Так, Лидия Юрьевна. Лидия Юрьевна. Я предлагаю, я с вами свяжусь лично после эфира, вы мне более детально расскажете. Я должен понять суть происхождения этой причины, пообщаясь с сотрудниками Киевгаза, по какой причине, может быть, это действительно необходимость и надо будет подождать три дня, ну, и постараюсь максимально отстоять ваши интересы. Так что я с вами свяжусь. Так, дякую, что зателефонували. Мы чекаем удалить звонки в прошу. Комсомольский массив, соцместечко, а также вопросы экологической политики. У нас сегодня у гостях депутат від депутатской фракции «Едність» Олексей Новиков. Отже, добрый день, вы в прямом эфире. Добрый день. Добрый день. Так, мы вас слушаем. У меня запитание до пана Новикова. Где у него приемальня и как можно записаться до него на прием? Дякую, сейчас расскажем. Прошу. На сегодняшний день официальная приемная у меня не открыта. Я подал документы и оформляю приемную по адресу пожарского 8А. Но я понимаю, что я бы не смог вести активную работу, если бы не открыл приемную. Поэтому временно приемная работает по адресу Гагарина, 18. Я говорил о том, что веду прием, личный прием дважды в неделю. По средам, по адресу пожарского 8А в здании, где находится ЖЭК, в помещении ЖЭКа, там зимой называлась комнатка пункта обогрева. Принимаю с 4 до 7 часов вечера. Либо в субботу в приемной на Гагарина, 18, с 10 до 12. Но прошу вас записываться по телефону 331-84-31, чтобы не получилось, что, допустим, на 4 часа дня придут сразу 3-4 человека. И с кем-то я буду уже общаться минут 20, а вам придется ждать. Поэтому мы записываем кого-то на 4, кого-то на 4.30, на 5 и со всеми лично, без очередей общаемся и в дальнейшем работаем. Пожалуйста, приходите. Так, дякую. Давайте мы перейдемо с вами до такого больше профиля вашей комиссии. От, зокрема, ви близко тижню тому разом із головою Всеукраинської енергетичної особли, а також з коллегами з Ківради Верховної Ради побывали на енергетичных та тепловых объектах столицы. Розкажите, где сами вы были и какие, власне, висновки вы для себя лично сделали от этого визита? Розкажу, да. Спасибо за вопрос. Хочу сказать, что изначально я вообще хотел попасть в комиссию ЖКХ, но так сложилось, что я стал членом экологической комиссии и даже ее секретарем. Поэтому я решил разобраться в этом направлении, потому что что такое экология? По сути, это жизнь, экология в городе, это влияние людей на окружающую среду, то, с чем мы с вами ежедневно сталкиваемся. Ну и, конечно, наше здоровье зависит от экологии, наше самочувствие, работоспособность, поэтому это, бесспорно, очень важно. Про вот эту поездку, действительно, организовали поездку Плачков Иван Васильевич, проводил лично экскурсию. Мы ездили возле Южного моста ТЭЦ-5.